я родился и был воспитан как южный баптист я думал что господь иисус христос и все его апостолы были южными баптистами но для меня это было огромным шоком когда я узнал что это не так однажды читая библию я решил что павел не мог быть баптистом потому что он сказал благодарю бога моего я более всех говорю языками 1 коринфянам 14 18 я никогда не слышал чтобы кто-либо из баптистов говорил такое будучи рожденным и воспитанным южным баптистом я сочувствовал всем тем кто таковыми не являлся но вы знаете друзья что можете быть прихожанином и не быть христианином даже несмотря на то что я являюсь прихожанином и верю в праведность своих действий просто поход в церковь не спасет вас и не сделает вас христианином также как поход в коровник не сделает вас коровой будучи прихожанином церкви вы не станете христианином как и будучи членом загородного клуба вы им не станете вы должны переродиться существует множество людей думающих что они являются христианами просто посещают церковь я начал ходить в церковь когда мне было девять лет причина по которой я это сделал была в том что однажды утром воскресенье мой учитель из воскресной школы сказал всем нашим мальчикам кто из вас хочет попасть на небеса но все мы хотели попасть на небеса поэтому учитель воскресной школы сказал когда пастор доктор такой-то такой-то сделает приглашение этим уроком вы просто сделаете шаг вперед так как мы все хотели на небеса когда приглашение было сделано несколько из нас вышли прямо вперед и пожали руку проповеднику присоединились к церкви и над нами был проведен обряд крещения и я действительно в самом деле считал себя христианином позднее когда я попал на служение евангелического типа как раз спонсированная моей церковью и дух божий заговорил со мной о спасении я сказал самому себе я уже спасен я прихожанин церкви меня крестили я уже христианин и родился недоношным с пороком сердца при рождении я весил менее двух фунтов одного килограмма в то время более чем 75 лет назад не было инкубаторов для недоношенных младенцев таким образом вероятность того что я выживу была практически равна нулю я никогда не бегал и не играл с другими детьми у меня никогда не было нормального детства когда мне было 15 я стал полностью лежачим больным пять докторов сказали что я должен был умереть что я не мог жить но кое-что случилось тогда когда я был прикован к постели я заново родился 22 апреля 1933 года в южной спальне дома номер 405 на колледж стрит в городе маккини штат техас было 7 40 вечера суббота в этой южной спальне был камин у дедушки были часы на каменной полке моя мама бабушка и младший брат пэт сидели в комнате со мной так как мое состояние ухудшилось вызвали доктора припоминаю что в 1933 году доктора приходили на дом как только часы деда пробили 7 30 мое сердце в моей груди перестало биться я тут же почувствовал быстрее чем вы щелкните пальцами что кровь перестала циркулировать казалось что пальцы ног они мели это не менее распространилась по моим стопам лодыжкам коленям бедрам животу сердцу и я выскочил из своего тела я не потерял сознание я выпрыгнул из своего тела как ныряльщик спрыгивает с водолазного судна в бассейн я знал что я не был вне своего тела я мог видеть свою семью в комнате но я не мог заговорить с ними я намеревался попрощаться с мамой бабулей и моим младшим братишкой но я выскочил из моего тела до того как я сумел произнести полностью эти слова я начал спускаться вниз вниз в яму как будто вы спускаетесь в колодец или пещеру я не знал что это отразилось на моем физическом голосе когда я пытался сказать прощальные слова я знал что опускать в то место все три члена моей семьи которые присутствовали там подтвердили позднее когда ты прощался твой голос звучал как будто ты спускался в пещеру или что-то подобное я продолжал спускаться в первую очередь опускались ноги вниз 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 глядя вверх я видел земные огни в конце концов они постепенно исчезли меня всего окутала темнота темнота темнее любой ночи которую человек видал за всю свою жизнь казалось что если бы был нож то можно было бы отрезать от нее кусок можно было увидеть свою руку лишь на расстоянии одного дюйма от носа чем ниже я опускался тем темнее и жарче становилось до тех пор пока я наконец не увидел по собой лучи света играющий на стенах темноты я добрался до дна ямы это произошло со мной более 60 лет назад однако для меня это настолько реально как будто это случилось на позапрошлой неделе духовный опыт никогда не стареет когда я опустился на дно ямы я увидел то что было причиной игры этих лучей света на стенах темноты прямо передо мной вдали от ворот или входа в ад я увидел повсюду ярко-оранжевый огонь с белыми языками пламени меня тянуло каду так как магнит притягивает к металлу я знал что стоит мне ступить за те врата и я не смогу вернуться обратно я пытался замедлить свой спуск потому что когда я добрался до дна ямы там все еще был покат и склон я осознавал тот факт что какое-то существо встретило меня на дне то я мы я не смотрел на него мой взор был устремлен на врата однако я знал что какое-то существо было справа от меня я узнал лишь спустя много лет обнаружил в книге пророка исаи что в библии говорится от преисподней пришел в движение ради тебя чтобы встретить тебя при входе твоем исаи 14 9 то существо когда я пытался замедлить свой спуск взяло меня под руку чтобы завести меня внутрь когда она взяла вдали на чернотой и тьмой заговорил голос это был мужской голос но я не знаю что он сказал я не знаю был ли это господь иисус ангел или кто-то другой он не говорил на английском языке это был незнакомый язык то место прямо затряслось от его нескольких слов и существо отпустила мою руку как будто что-то присосалась к моей спине и оттянула меня назад я отплывал от входа в ад пока не оказался стоящим в тени потом меня как будто засосал сверху и я поплыл вверх головой вперед сквозь тьму перед тем как я добрался до верха я увидел свет я был на дне это было как будто вы внизу колодца и вы не можете видеть свет сверху потом я очутился на крыльце дедушкиного дома мы жили в одном из тех старомодных домов которые строили в техасе с верандой практически вокруг всего дома я оказался на его южной стороне там не было видно как пошатывается дедушкина веранда не было видно гигантские кедровые деревья во дворе я постоял на крыльце всего секунду потом я прошел прямо сквозь стену не через дверь и не через окно сквозь стену и казалось запрыгнул свое тело как человек с легкостью погружает ногу в ботинок поутру перед тем как я впрыгнул в свое тело я увидел мою бабушку которая сидела на краю кровати и держала меня на руках когда я оказался в своем теле я смог поговорить с ней я сказал ей я не знаю откуда я знал это бабуля я снова ухожу я не вернусь она ответила сынок я думала ты уже не вернешься я сказал бабуля где мама я хочу попрощаться с ней я смотрю комнату и и там не было сынок я сообщила твоей маме что ты умер и она выбежала из комнаты молиться она сказала и тогда я услышал ее она была в северной части дома она вернулась на веранду молясь во весь голос позднее люди рассказывали мне что слышали ее плач и молитвы в нескольких кварталах от нас когда я сказал я хочу попрощаться с мамой моя бабушка позвала ее лили но ей не удавалось дозваться ее потому что мама молилась слишком громко когда ты готов умереть ты хочешь чтоб кто-то был с тобой тебе страшно я сказал бабуля не оставляй меня не оставляй меня я боюсь что я умру когда тебя не будет рядом я хочу чтоб кто-то был рядом не оставляй меня и она снова заключила меня в свои объятия я сказал передай маме мои слова прощания скажи что я люблю ее скажи маме что я ценю то что она осталась с нами мой отец бросил нас когда мне было шесть и мама осталась четырьмя детьми пытаясь вырастить нас из-за всех тех трудностей которые были на ее пути и из-за того что ее вера тогда была недостаточно крепка она не знала как облегчить свое время с помощью господа она испытывала полное нервное психическое и физическое расстройство я добавил передай маме что я ценю все что она когда-либо сделала для меня и для всех нас и скажи ей что если я стал причиной хоть одной морщинки на ее лице или седого волоска на ее голове не очень жаль я прошу простить меня я почувствовал что я ускользаю я сказал бабуля я снова ухожу ты была для меня второй мамой когда мамина здоровье пошатнулась все четверо из нас стали жить с различными родственниками когда мама заболела я живу с бабушкой по маминой линии бабушка меня всегда называла мой мальчик и она всегда говорила поцелуй меня вот сюда поцелуй меня вот сюда поэтому я целовал ее в щеку и прощался мое сердце остановилось во второй раз сейчас это также реально для меня как полстолетия назад как будто это было недавно я почувствовал как кровь перестала циркулировать кончики пальцев ног онемели затем мои стопы лодыжки колени бедра живот и сердце я выскочил из своего тела и начал спускаться ниже 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 пока тьма не окружила меня со всех сторон свет сверху исчез чем ниже я опускался тем жарче и темнее становилось до тех пор пока я снова не оказался на дне ямы и не увидел вход в ад или врата как я их называл я осознал что то существо встретила меня я пытался приостановить свой спуск будто я плыл вниз по течению но казалось что меня тянуло в обратном направлении это существо взяла меня под руку когда она сделала это голос снова заговорил мужской голос это был неизвестный язык я не знаю что он говорил но когда он говорил все в этом месте содрогалась существо отпустило мою руку как будто что-то присосалось к моей спине я не посмела глянуться я просто отплывал в тени мрака потом меня как будто засосал сверху я вплыл вверх головой вперед и видел земные огни надо мной перед тем как я выбрался из колодца единственным отличием на этот раз было то что я сразу же оказался в ногах кровати первый раз я оказался на крыльце в этот раз я был в ногах кровати одна секунда и я уже там я видел свое тело лежащее в постели я видел мою бабушку которая держала меня в объятиях казалось будто с того места я заскочил свое тело через рот когда я вернулся не мог поговорить с бабушкой я сказал бабушка я снова уйду и на этот раз я не вернусь она ответила я думал что ты больше не вернешься я сказал бабуля где дедушка я хочу с ним попрощаться сынок понимаешь твой дедушка отправился в восточную часть города чтобы собрать плату за жилье которое у него арендуют она ответила а ответил я теперь я помню я просто забыл бабушка попрощайся с ним за меня я никогда не знал каково иметь папу он хорошо заменял его он дал мне дом когда у меня его не было скажи ему что я ценю его скажи ему что я люблю его скажи дедушке что я попрощался затем я передал пару слов моей единственной сестре старшей из нас и моему старшему брату и затем сказал где пэт это мой младший брат ему было 9 лет бабушка сказала но он побежал снова за доктором я передал несколько слов каждому из них и мое сердце остановилась в третий раз я почувствовал как прекратилась циркуляция вдруг мои пальцы ног онемели быстрее чем вы можете щелкнуть пальцами стопы лодыжки колени бедра желудок и сердце стали безжизненными и я выскочил из моего тела и начал спускаться до этого раза я думал это происходит не со мной это просто галлюцинации это не может быть по-настоящему но на этот раз я думал это третий раз в этот раз я не вернусь тьма темнее всех ночей которые видал человек окутала меня со всех сторон в библии говорится как мужчины и женщины будут извержены во тьму внешнюю где будет плач и скрежет зубов матфея 8 12 и во тьме я прокричал господь я хожу в церковь меня крестили понимаете другими словами я говорил я не должен идти в этом направлении это неверный путь я ждал ответа но ответа не было лишь мое собственное эхо прозвучавшая во тьме и во второй раз я закричал громче господь я хожу в церковь меня крестили я ждал ответа но ответа не было лишь мое собственное эхо прозвучавшие во тьме я бы распугал целую конгрегацию если бы я попытался повторить то как я закричал в третий раз хотя если бы мне удалось отправить их из ада на небеса таким образом я бы сделал это точно бы сделал я буквально прокричал господь господь я хожу в церковь меня крестили но как вы видите быть крещеным это хорошо ходи в церковь это хорошо но нужно больше чем ходить в церковь и больше чем быть крещенным чтобы не попасть в ад и отправиться в царство небесное и все что я слышал было мое собственное эхо прозвучавшие во тьме я снова оказался на дне ямы снова я почувствовал жар который бил мне в лицо снова я приблизился к входу вратам ада то существо взяла меня под руку я намеревался оказать сопротивление если бы я мог чтобы не пойти туда но мне удалось лишь совсем немного замедлить мой спуск и она взяла меня под руку слава богу что тот голос заговорил я не знал кто это был но чтобы он не сказал то место затряслось просто задрожала и существо отпустило мою руку как будто что-то присосалась к моей спине меня оттянуло назад от входа в ад до тех пор пока я не оказался в тени меня как будто засосала сверху я поплыл вверх головой вперед в то время как я поднимался сквозь тьму я начал молиться мой дух человек живущий внутри этого физического тела является вечным существом духовный человек я начал молиться о господи я пришел к тебе во имя иисуса христа я прошу тебя простить меня за все мои грехи и очистить меня от всякого греха я оказался возле кровати различие заключалось в том что в первый раз я оказался на крыльце во второй раз ногах кровати в третий раз прямо возле кровати и заскочил прямо в мое тело когда я оказался в моем теле мой физический голос произнес мою молитву прямо на середине предложения я уже молился вне моего духа мой физический голос подхватил мою молитву и продолжил молиться и так это произошло в 1933 году в то время не было всех этих автомобилей которые есть сейчас это было время великой депрессии но мне сказали что между мной и мамой молящийся так громко движение было заблокировано на два квартала с каждой стороны нашего дома я хочу чтобы вы знали что как будто две тонны упала с моей груди покой наполнил меня я посмотрел на дедушки на часы на каменной полке и было 7 40 все это произошло за 10 минут таким образом я заново родился 22 апреля 1933 года в 7 40 в южной спальне и с тех пор я был спасен я все еще был прикован к постели их доктор говорил что я должен умереть один из них был практикующим врачом в клинике майо он сказал у тебя нет даже одного шанса на миллион поэтому я думал что должен умереть но я расскажу вам что я сделал я пообещал себе спать по ночам свет во всем доме газ все ложились спать я оставался один просто пятнадцатилетний мальчик наедине со своими мыслями доктор откровенно сказал мне понимаешь твое сердце в таком состоянии что ты можешь умереть в любой момент кто-то кто может быть с тобой в комнате посмотрит в окно на мгновение потом снова на тебя а ты умрешь без малейшего звука или однажды утром тебя могут найти мертвым я ответил меня однажды утром могут найти мертвым но как я рад что я не попал в ад ночью я говорил себе тихонько спасибо тебе иисус слава господу я собираюсь улыбаться если меня найдут мертвым с улыбкой на лице они поймут что я умер счастлива я был прикован к постели на протяжении 16 месяцев до того как я был исцелен через четыре месяца после моего второго рождения 16 августа 1933 года всего за четыре дня до моего 16 дня рождения это была среда я умирал я понимал что это был день когда я должен был умереть я сколько раз умирал сам того не знаю меня перенесли в северную спальню мой девятилетний братишка был около меня потому что кто-то должен был быть со мной все время я был очень слаб температура воздуха поднялась до 41 градуса в тот день в 1933 году у нас не было кондиционеров все что тогда было это вентиляторы которые немного гоняли воздух но у нас не было даже их дверь и окна были открыты настежь но несмотря на это мое тело оставалось холодным к часу дня температура была уже почти 38 она поднялась до 41 около трех часов но мое тело было таким холодным что меня укутали одеялами мне принесли все бутылки с горячей водой грелки обернули их и обложили меня ими пытаясь как-то согреть тринадцать тридцать шестнадцатого августа в тысяча девятьсот тридцать третьем году смерть пришла и вцепилась меня я сказал своему братишке беги приведи маму быстро я хочу с ней попрощаться он выбежал из комнаты и когда он ушел вся комната наполнилась славой божий в библии деянии 755 говорится стефан будущий исполнен духа святого возрев на небо увидел славу божию иисуса стоящего одесную бога и обратившись к ветхому завету и учение относительно славы божий вы найдете много примеров ее появления белой яркой и сияющей вся комната наполнилась этим ярким светом ярче чем солнце отражающиеся от снега вы знаете как это ослепляет я вознесся в эту славу я покинул мое тело и взлетел я поднялся приблизительно на высоту крыши дома оглянулся и посмотрел на комнату вниз я увидел свое тело лежащее на кровати мои глаза были неподвижны рот приоткрыт и спустив последний вздох я видел мать которая склонилась надо мной и держала мою руку в своих руках я услышал голос который заговорил на английском языке но я ничего не видел я думал что это был иисус так как это был мужской голос он сказал возвращайся 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 на землю твоя работа еще не закончена я спустился и оказался снова в комнате когда я вернулся в свое тело я сказал маме державшую мою руку мама теперь я не умру она подумала что я имею в виду что не умру именно в тот момент я имел в виду что я вообще не умру теперь я должен был прожить свою жизнь служение богу через год я был исцелен так как я действовал веруя во слово господне когда вы осознаете что такое вечность для вас больше не существует такого понятия как время долгие годы я никогда не рассказывал о том что пережил эти воспоминания были слишком страшными чтобы говорить о них но спустя 15 лет моего служения я начинал баптистским мальчиком проповедником господь начал говорить мне расскажи им поэтому я начал делать то что он мне велел моя мама слышала мой рассказ о базе но она никогда не слышала моем другом пережитом опыте о вознесении его славу незадолго до того как она отправилась господу возрасте 80 лет она слушала мое учение по радио она называлась что значит верить сердце я рассказывал о духовном человеке и о материальном человеке и говорил что верить сердцем значит верить вашим духом тем человеком внутри вас чтобы привести наглядный пример я продемонстрировал свой опыт со славой божий во время моего следующего визита к маме она сказала сынок я никогда не слышала это до тех пор пока ты не рассказал на радио но она добавила есть еще кое-что чего ты не знаешь позволь мне рассказать эту историю так как я видела это я и бабушка она продолжила ты рассказываешь что ты был во славе всего несколько секунд но тебя не было с нами более 10 минут она сказала пэт прибежал на кухню и сказал что ты умираешь я была ближе всех к твоей комнате я выбежала из кухни в холл затем в столовую и приблизилась к спальне но я не могла войти туда дверь была открыта но я не могла войти казалось что комната была наполнена чем-то я ощущала присутствие бога его славу поэтому я вернулась села за обеденный стол и склонила голову в молитве мама не могла видеть что происходило в комнате так как она слепла когда я был маленьким бабушка и тогда было 70 лет побежал вслед за мамой она пыталась пройти сквозь тот свет но она отталкивалась от него как отскакивает резиновый мяч затем она отошла назад к стене пробежав через всю комнату снова не смогла пройти сквозь открытую дверь она была утомлена прислонившись к дверному проему она сказала почему лили я ничего не могу увидеть комната заполнена туманом или белым облаком мне не видно кровати мне не видно кинета я не вижу ничего в комнате я не могу войти туда мама продолжила я сказала есть что нам лучше подождать на протяжении 10 минут я стояла и молилась около открытой двери склонивши голову твоя бабушка все еще ничего не видела наконец она сказала что облако начала подниматься как будто туман поднимался вверх она уже могла видеть кое-что в комнате а затем еще отчетливее но мы не посмели войти до тех пор пока не осталось от него и следа бабушка могла видеть это своими глазами она стояла возле двери и когда она сказала он весь исчез мама забежала в комнату она сказала я склонилась над тобой взяла тебя за руку и ты был мертв но в тот момент ты заговорил и сказал что теперь ты не умрешь с того самого дня и до ныне я никогда не испытывал чувство жалости христианам которые умирают не зависит от того молоды они среднего возраста или старые да я знаю что для нас возможно исцеление но мы все отправимся домой однажды я никогда не испытывал чувство жалости к ним потому что я знаю куда они отправились но это уже совсем другая история для тех кто не знаком с господом я помню когда я был прикован к постели у моей бабушки была дальняя родственница которая приезжала навестить ее их предки были родом из штата тенниси но они переселились в техас годами ранее спустя более 40 лет они обнаружили что две родственницы живут в 30 милях друг от друга эта родственница жила шермании техас поэтому она приезжала и навещала нас где-то раз в три месяца но с ней нельзя было даже посметь заговорить о боге и ее дочери приходилось покидать мою комнату она начинала орать как можно вообще до такого додуматься все эти проповедники пытаются запутать людей сказками о рае и аде почему когда люди умирают они такие же мертвые как и любая собака все церкви нужно закрыть и подорвать всех проповедников нужно убить они делают только ради денег все это после того как я проповедовал долгие годы я и моя жена приехали в шерман навестить ее родителей мистер рукер сказал кеннет ты помнишь эл да ответил я но ее муж попросил передать что если ты и аретта приедете они хотят чтобы вы навестили их врачи говорят что ее мать при смерти поэтому я и моя жена отправились к ней женщина подошла к двери и я узнал в ней ее дочь хотя я не видел ее около 12 лет я сказал я кеннет хейгин она ответила ах ты мальчик лили ты тот кто проповедует да я сказал верно она схватила меня за руку и начала плакать она сказала кеннет ты помнишь маму ты помнишь какой она была ты не можешь говорить с ней о боге я сказал я помню она добавила ты мог бы поговорить с ней она там в спальне в постели доктор ушел несколько минут назад он сказал что она умирает ты поговоришь с ней я поговорю если я сумею ответил я она взяла меня под руку и отвела меня в дальнюю спальню она открыла дверь и подошла к больничной койке там была женщина около 72 лет койка была приподнята и женщина была в полусидящем состоянии ее рот был открыт ее глаза были открыты они были похожи на мрамор в ее горле был слышен предсмертный хрип она взглянула на свою мать и сказала мама ее глаза не шевелились они были неподвижны стеклянные как мрамор ее рот не шевелился он был открыт был слышен хрип в горле она изредка дышала мама нет ответа мама нет ответа ее дочь склонилась над ее ухом и позвала немного громче мама наклонившись я стоял прямо возле нее те губы те глаза не двигались и не закрывались они были широко открыты затем губы начали немного шевелиться и откуда-то изнутри послышался голос да да мама ты знаешь кто это да это моя малышка это была ее малышка хотя и было около пятидесяти лет она сказала мама тебя кое-кто хочет увидеть в ответ послышался слабый знак согласия она сказала мама ты помнишь тетю сали из маккини ты помнишь ее дочь лили ты помнишь ее сына который был прикован к постели тот который проповедует когда она услышала слово проповедует ее мать подскочила как будто кто-то выстрелил в нее несмотря на это ее глаза остались неподвижными она поддалась вперед и сказала кеннет кеннет где ты где ты я взял ее за руку и она сказала о кеннет кеннет ты же проповедник скажи мне что ада не существует я говорил что не существует я говорила что всех проповедников нужно убить я боюсь о я боюсь я боюсь так темно так темно так темно так темно так и она упала на подушку мы не смогли поговорить с ней и она умерла и попала в ад крича так темно так темно мужчины и женщины парни и девушки мальчики и девочки рай которого можно достичь существует и от который нужно избегать тоже существует для кого-то это может показаться старомодным но существует старомодная евангелие которая является правдивым и в наши дни именно существует как и уделила в meine дни все равно они умерла там и что и по счаема без него вы делаете все равно они как и умерла там и куда уже и ты же и убивает сесть cheekи все равно они как и умерла бред с ней и умерла не им не получится большие а что умерла That's your gonna быть планирует вот я сейчас я думаю что вы так и хотим умерла и умерла в твоихspольных в Disney в мире это будет число мы на гостерий и мы не можем Продолжение следует...